Сегодня я собираю велосипед Stinger Vesta Pro. Сейчас я расскажу все достоинства и недостатки этого велосипеда. Велосипед женский, прикольная алюминиевая рама. Неплохая вилка, работать будет какое-то время. Передняя втулка на шариках была не затянута в магазине вообще. Колесо не крутилось, просто туго-туго-туго стояло. Это первое, что надо было на нем отрегулировать. Передний тормоз в магазине отрегулировали. Рулевую затянули нормально. А вот почему-то крышечка выноса не такого цвета, как вынос. Вынос матовый, крышечка глянцевая. Один винтик был очень сильно не затянут. Пришлось все это протянуть. Как обычно, педали были не затянуты до конца. Тоже мы их затянули. Каретка на промподшипниках, но вот эта чашка, она пластиковая. Соответственно, вероятность того, что она разобьется больше, чем у металлической чашки. То есть через 2-3 года, скорее всего, надо будет менять каретку. Рама алюминиевая, дропауты усиленные, мощные такие. Задняя втулка на промподшипниках. Но на китайских здесь вообще нет пыльников. Соответственно, в дождик ездить крайне нежелательно. Тормоза гидравлические Shimano. Самые простые, бюджетные. Но у нас комбо-ручки. Shimano-ручки с гидравликой. Это, конечно, печально, потому что если что-то произойдет, то придется менять целиком ее. Гидролиния идет не обрезанная. Была огромная вот такая петля здесь. Я перевернул вниз брызговичок, чтобы не было петли, чтобы воздух мог в ручку выходить. Меньше завоздушивалась вся гидролиния. Сейчас переверну, покажу с той стороны. Вот таким вот образом я завожу всегда рубашки, чтобы они не терлись о раму. То есть полностью перекидываю их. А не так, как они с завода идут. Грипсы с белыми такими штучками будут пачкаться. Не очень прикольно. Педали самые бюджетные. В принципе, работают на год. Хватит, наверное. Система правил алюминиевая. Самая дешевая китайская. Тоже более-менее ровная. Восьмерка только небольшая на звездах. Править не надо. Переключатель турней, но на четырех точках крепится. Поэтому он очень жесткий. Нормальный переключатель, хорошо работает. Все отлично. Единственное, что в магазине, опять же, неправильно выставили стартовое и финишное положение. Задний переключатель Althus с алюминиевой головой. Нормальный переключатель будет работать много лет. Мне кажется, года три-четыре он отработает точно. А вот сзади у нас трещотка. Трещотка Шиманская на 7. В принципе, она дешевая и бюджетная. Лучше бы, конечно, чтобы был барабан. Тем более, что велосипед у нас Pro. Алюминиевый. На гидравлике. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы была все-таки сзади кассета, а не трещотка. Защита трещотки от спадания цепи интегрирована прямо в трещотку. Это прикольно. Резина вся кривенькая, косенькая. Крылья и подножку покупал владелец велосипеда сам по отдельности. Тут еще тросики в силиконке. Это хорошо. Это прикольно. Рубашки Jaguar тоже качественные. В целом, нормальный велосипед. Неплохой. Передняя втулка требует замены. Там года через два-через три педали, наверное, тоже развалятся. А так нормально. Внешний велосипед смотрится очень эффектно. Красивый, симпатичный и блестящий сидушка. Модная такая, прям очень навороченная. Но, к сожалению, это все будет трескаться. Здесь уже местами видно, где-то вот тут вот, что начинается с плющивания вот этого кожзама. То есть, велосипед сделан таким, чтобы его можно было легко продать. То есть, он красивый. Он симпатичный, он на гидравлике. Но все компоненты бюджетные. И как только какая-то проблема будет происходить с ручками, с тормозами, с вилкой, с педалями, с кареткой, это все будет требовать замены и больших денежных вложений.